Мечта Всем друзьям огнями путик осветит. Я не жучу, а птицей сказочной я всем пою. Хочу суть, но все же не могу. А птицей вольной я в душе пою. Я ее зову. Забудь обиды, всех простим. Давай мы к счастью полетим. И звездной ротой мы с тобой нашли. Забудь все обиды и помни только о хорошем. Такое заводное драйвовое настроение. Исполнительница этой песни. И нам повезло, потому что у нас в гостях исполнится и автор этой песни. Жар птица, доброе утро. У нас Камения Пидан и Виктория Моисеева. Очень рады. Класс. Песня заводная, задорная, крымская. Качает, качает ваша песня. Даже меня зацепила. Вы знаете, я сейчас все время, когда у меня какое-то настроение, все время включаю и радуюсь. И призываю всех смотреть этот клип и радоваться нашей песне. А вот клип, так, посмотрели, как мы его снимали, там разные локации. За полчаса клип сняли? Ну, за день. За день? Да. Скажи мне, вот Камелия, ты поешь, ты артистка, а вот сложно сниматься в клипах? Ну, довольно сложно, потому что надо подобрать правильный, как сказать, ну, маневр, может, чтобы камера правильно тебя сфокусировала. Какая терминология, я думаю, не все даже понимают, о чем говорит. Какой профессионализм. То есть Камелия работает на камеру профессионально. У нее, знаете, у нее, вот я обратила внимание, вот сейчас работая с ней, кстати, можно я чуть-чуть отвлекусь, хочу поздравить всех учителей Крыма, Украины, России, поздравить с нашим профессиональным праздником. Вот, и, конечно же, хочу поздравить учителей Камелии, потому что понятно, что Камелия объездила очень много фестивалей крымских и выезжала и на Украину, и теперь в Россию. Вот, и у нее очень есть хорошая черта. Черта то, что она быстро умеет учиться, ловит, и поэтому вот эти все терминологии, получается, что вот она пообщалась с профессионалом, который снимал клип, и тут же уже словила, и тут же уже... Такой благодатный ребенок, в него сколько вкладывай, он все будет в себя впитывать. Будет все впитывать, да, и потом выдаст то, что нужно резать. Хорошо, уже такой вот багаж и опыт у тебя довольно-таки большой. Скажи мне, в перспективе, о чем вообще мечтаешь, чего хочется? Может быть, самый для тебя такой потрясающий конкурс, на котором ты хотела быть победительницей, чтобы заявить о себе на весь мир? Ну, хотелось бы попробовать свои силы в детской новой волне, конечно. Да, и я еще хочу попробовать себя в роли ведущей. Так, ну, конкуренция, конечно, это дело такое. А вот в новой волне я желаю тебе больших успехов. А вы же, кстати, над этим работаешь? Ну, хочу вот подать заявку на детскую новую волну. А вот говоришь, я хочу работать, а у тебя большая команда, которая тебе помогает? Да, у меня очень большая дружная семья. Самая главная команда. Да, у меня старшая сестричка Леся и младшая Леокадия. Они меня всегда поддерживают, помогают, настраивают перед выходом на сцену. И я им очень благодарна за это. Вот у меня и папа, и бабушки мне помогают, вся моя школа, весь мой класс и все мои лучшие друзья. То есть они все участвуют в творческом процессе, так сказать, да? Да. То есть они не мешают, они помогают, стимулируют. Учебе это, естественно, не мешает, да? Нет. Отлично, это самое главное. Трудно быть сездой. Да. Вот. Уже трудно? Так рано? Ну, потому что успевать надо везде. И в школу же надо прийти, и на кружок, и в музыкальную школу, и тот конкурс еще. Поэтому очень вот надо как график составить такой. Работяга. График сама себе составляешь? Нет, с мамой. Все-таки мама больше, как знает. Вы автор песни. Вот, жар птиц. А как вообще появилась песня? Появилась сначала камелия, песня писалась под камелию. Или она вас как-то... Нет, у нас все намного немножко сложнее и, в принципе, даже интереснее. Получается, что мои собственные дети, авторы песен. И в студенческие годы они создали немало этих песен. Это было 2008, 2009, 2010 год. Песни как бы... Ну, у них сейчас своя жизнь, а как бы мне, например, жалко, что песни где-то лежат и пропадают. В принципе, это как бы стимул для других творческих людей. И получается, что вот в отношении песни «Жар птица» я в августе была в Стамбуле в гостях у своей дочери. И мама Камелии ВКонтакте прислала мне информацию о предстоящем кастинге. И она уже несколько лет как бы предлагала мне сотрудничество. Ну, вот в отношении Камелии, там, песен. Но у меня в классе, получается, я в БОУ ДОТ Октябрьская ДМШ работаю преподавателем вокала. У меня много тоже детей хороших, звездных. И как бы... Ну, я знала, какой у нее график активный. То, что Камелия постоянно по фестивалям. Думаю, ну, как она будет разрываться? Мы даже так переговорили. Говорю, ну, она постоянно то там, то там. Я даже не успеваю следить за ними. Но на каких-то конкурсах мы пересекаемся. Вот. И тут опять пришла вот эта идея. Она говорит, давайте, Викторика, ну, давайте, возьмите нас под свою. Ну, давайте вот что-нибудь придумаем. Ну, и я как-то так подумала. И с дочерью как раз вот Неля. Говорю, Нелька, у тебя же была досыть. Классная песня. Драйвовая такая. Аранжировку Евгений Столярик написал. Она говорит, мам, давай. И мы как-то вот объединились. Хотя на тот момент мы с мамой договорились, что если я не подтяну своих учеников, то тогда как бы с вами. Потому что она уже на тот момент, она должна была то в Краснодар, то в Пятигорск. То есть как бы вот действительно ей это сложно все было. И я... Потом у каждого педагога же свой почерк, да. То есть она вот в этот момент, она как раз занималась патриотическими песнями. А Детское Евровидение, это конкурс авторских песен. В такой европейской стилизации. Может, ребенку хочется петь уже. Ваша песня нашла своего исполнителя. То есть она вызрела, пролежала сколько-то лет, да. До Галежа. Но эта песня была другая. Мы просто создали новый текст. Создали новый текст, обрезали. Евгений мне помог. В общем, сделали мастерин. Все это облагородили. Обрезали, помыли, почистили, да, пыль сняли. Да, 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 приукрасили. Да. Если досочь была песня такая, знаете, вот о несчастной любви, то жар птица, это наоборот такая солнечная, радостная, призывающая любви к семье, к родине, поэтому... Ну, результат получился хороший. Результат вообще. Я даже не могла ожидать. Вот представляете, мы как бы, ну, кто, допустим, я преподаватель сельской школы, да, Камелия маленькая девочка, которая, ну, хорошо, она попрыгала по этим конкурсам, но у нее же нет ни голоса, да, вот. Потому что на детском Евровидении в финале национального... Так, как это нет голоса? Нет, я имею в виду, за плечами нет участия в проекте, голос там, или новая волна, именно телевизионного проекта. Потому что там участвовали как раз такие дети, которые прошли определенную школу. Ну, она ничем не испорчена и не заштампована. Вот, в том-то и дело, в том-то и плюс наш, в том, что ребенок, получив опыт здесь обкатки на конкурсах наших местных, и сразу в точку попала в финал российского национально-отборочного. Россия огромна, да, поэтому... Сразу так выстрелила. А вот скажи, теперь нужно же, наверное, колоссально и много трудно работать, чтобы удержаться на этом уровне. Может быть, уже работаешь над новой какой-то песней, пишется, о чем бы хотелось спеть тебе? Ну, хотелось бы спеть песню какую-то о родине, ну, о Крыме хочу какую-то песню спеть. А вот мы как раз ждем, что ты сегодня исполнишь нам какую-нибудь песню. Я вас перебью. Вот я хочу сказать, что вот у нас один из наших главных спонсоров финала, это ООО «Дружба народов». Сидоренко Андрея Владимировича. Прошла реклама, прошла реклама. Он послужил того, чтобы я о нем сказала. Я думаю, что Камелия должна сочинить песни именно о «Дружбе народов». А мне бы просто взять и в небо полететь, раскрою крылья мигом и смогу взлететь. Я не шучу. Мечта моя меня несет вперед. Хочу жертвить, все звездное море переплыть. И всем друзьям огнями путь их осветит. Я не шучу. А птицы сказочные я всем пою. Хочу уснуть, но все же не могу. А птицы больные я в душе пою. Я ее зову. Зовуть обиды, всех просим. Давай мы к счастью полетим. И звезды россыпью с тобой рассыпем жемчуг над землей. Зовуть обиды, всех просим. Давай мы к счастью полетим. И звезды россыпью с тобой рассыпем жемчуг над землей. Ура! Молодец! Ура, отлично! Ты знаешь, если твоя песня появится в крымских рингтонах, Ты доказала сейчас, что это не подстава, что это реальный голос. И обратите внимание на подачу. Подача уже другая. Другая подача. Для этого, чтобы понять, другая подача, нужен ли слух? Нет, тут уже чувство стиля. Хорошо, задорно спел. Деревянная в чувстве стиля, наверное. Она просто была красивая, эта песня, нам понравилась. Какие-то там оттенки и тонкости, я думаю, это не для нас. В общем, драйв получился нормальный. Очень красиво, очень хорошо. Работа еще идет. А скажи, уже сколько раз ты эту песню исполнила? Тебе ее еще хочется петь? Потому что бывает любимая такая, хорошая, но так может приесть. Мне песня прям в душу так прилетела. Балдеешь еще, когда сама ее исполняешь, еще до сих пор. С каждым разом она улучшает и улучшает. Это видно, что удовольствие ты получаешь, да? Настоящее. Я бываю даже на перемене в школе, тоже пою эту песню, потому что так нравится. Подожди, ты еще до сих пор не устроила никакой флешмоб школьный. Я думаю, что уже в принципе 15-минутная какая-то перемена, уже должна вся школа взорваться с этой жар-птицей и учителя пуститься в брейк. Вот давай так. Давайте впустимся сейчас в брейк, не знаю, в нижний, в верхний. Клищ по всем школам, по всем дискотекам. Все, давайте, ребята, пройдемся лунной походкой, по студии. Кстати, на финале нам очень, вот, кстати, хочу рассказать, что в полуфинале нам помогали москвичи. Опять реклама? Нет, но это... Оно того стоит. Оно того стоит. Сейчас стоит посмотреть клип и еще раз насладиться Камеле и Педан. Большое вам спасибо. Так, пошли. Лунной походкой. Пошел, Майкл. Мы за кадром это сделаем. Да. А мне бы просто взять и в небо полететь Раскрою крылья мигом и смогу взлететь Я не шучу Мечта моя меня несет вперед Хочу жертеться и звездной море переплыть И всем друзьям огнями путик осветить Я не шучу А птицей сказочной я всем пою Хочу суть, но все же не могу А птицей вольной я в душе пою Я ее зову Зову тебя Виде всех простим Давай мы к счастью полетим И звездной росли с тобой рассыпем Женщик на звезах Пусть обиды всех простим Давай мы к счастью полетим Пусть мир увидит и друзья Что я особенная Я Когда скучаю сразу я спешу к родным Наш дом как будто самый стойкий пилигрим Я не шучу Мечта моя меня несет вперед Хочу далекие края я посетить И всех друзей своей улыбкой озарить Я всех люблю А птицей счастья я вам всем пою Хочу суть, но все же не могу А птицей счастья я в душе пою Я ее зову Зову тебя Виде всех простим Давай мы к счастью полетим И звездной росли с тобой Рассыпем жемчуг над землей Пусть обиды всех простим Давай мы к счастью полетим Пусть мир увидит и друзья Что я особенная Я Поверь, есть место сказки, да Мечта, она придет сама Жартица к нам уже летит Летит, летит Хочу в леса и горы я И там умыться из ручья Пусть мир увидит и друзья Жартица ты мечта моя За пусть обиды всех простим Давай мы к счастью полетим И звездной росли с тобой Рассыпем жемчуг над землей Я так понимаю, что Камелия уже сидит на чемоданах И готовится отправиться на конкурс Хрустальные звездочки Да, завтра я улетаю Завтра улетаешь С этой песней улетаешь? Нет, уже с другой Ну что, Камелия, мы желаем тебе победы, успехов Чтобы ты, по крайней мере, получила удовольствие Потому что конкурсы это всегда хорошо Ты развиваешься И у тебя, надеемся, большое будущее О Крыме ты заявишь громко Побед тебе благодаря телезрителям Мы тебя поддерживаем Которые, я думаю, что да, поддерживают тебя Хочу тоже поблагодарить всех Кто за меня голосовал Кто поддерживал меня Хочу огромное сказать своим Где я занимаюсь В кружках, в студиях Вообще всем огромное спасибо Спасибо